12 октября губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев проинспектировали в Твери ход строительства западного моста. Они посетили ту часть объекта, что возводится в заволжском районе города на левом берегу Волги. Руководители региона и представитель Верхневолжья в федеральном парламенте высоко оценили темпы работ. Роман Быков продолжит. Комплекс западного моста является сложным многосоставным проектом. В данный момент уже завершены все подготовительные работы. Настало время основного этапа. В частности, строительство опор. Всего их четыре. Крайние располагаются, соответственно, на левом и правом берегах. Первую возведут на этой площадке, где уже готовятся монтировать буронабивные сваи. На месте четвертой приступают к переносу коммуникаций, принадлежащих железнодорожникам и электрикам. На тех, что находятся непосредственно в Волге, дела в самом разгаре. Полностью выполнены все работы по устройству свайного основания в опоре номер два. Выполнены работы по устройству противофильтрационной завесы. Погружен шпунт. И сейчас ведется разработка грунта из котлована, для того, чтобы специалисты смогли приступить к устройству железобетонных ростверков и начать возводить опору номер три. Ну и, конечно, стоит отметить, что на левый берег Волги активно привозятся непосредственно стальные конструкции будущих пролетов. Сначала в виде относительно небольших фрагментов, которые затем свариваются в более крупные. Их вес достигает десятков тонн. Как известно, мост будет строиться методом надвижки, надвижки пролетных строений. А для этого нужно построить стапель. И вот он уже вовсю возводится. Причем он имеет такую довольно сложную конструкцию. Вот там внизу железобетонные опоры. На них покоится вот это, опять-таки, железобетонное основание. И на нем уже вот такие металлические конструкции, по которым и будут надвигать пролеты. Причем самое интересное, это только правая половина. Потом, когда все это сделают, надвинут, все разберут, демонтируют. И для того, чтобы установить левую половину, так же построят вот там, где вы сейчас видите песок. Вот точно такой же стапель. Параллельно на левом берегу Волги продолжается создание подъездной дороги. Установка шума защитных экранов. Одновременно ведется перенос сетей и коммуникаций. Протяжка подземных кабельных линий. И формирование наружной дождевой канализации. Которая частично уже обустроена и готова к работе. Как известно, под строительством западного моста подразумевается целый комплекс масштабных инфраструктурных сооружений. В частности, возведение нового путепровода на Горбатке. Сейчас там уже завезли специальную технику для строительства подпорных стенок. По итогам инспекции, губернатор Игорь Руденя положительно оценил темпы работ на всех объектах. Сегодня уже с опережением идет работа по обустройству и подготовке к реконструкции Санкт-Петербургского шоссе. Так называемая Горбатка. Работают специалисты по сборке моста, которые имеют очень хороший опыт и очень хорошие компетенции. Поэтому сегодня еще раз можно подтвердить, что все работы, которые у нас были намечены, все проходят установленные сроки. В инспекции принимал участие представитель Тверской области в Государственной Думе Владимир Васильев. Федеральный парламентарий отметил, что Западный мост и сопутствующие объекты имеют огромное значение не только для столицы Верхней Волжья. Это меняет практически всю организацию транспортную, не только в Твери, на этом направлении движения. Это большие подвижки в экономике, удобства для людей. Так что все идет по плану. Всего в строительстве здесь задействовано более сотни человек и около 60 единиц техники. И эти цифры не окончательные. Число специалистов, а также самосвалов, бульдозеров, кранов и других машин будет постоянно возрастать, поскольку темпы работ планируется только увеличивать.